И Аксамлар Ди, что в переводе с турецкого означает «недобрый вечер». Почему он недобрый и причем здесь Турция, думаю, пояснять не надо, но я все-таки намекну. Конкретно позавчера их главный турок в очередной раз из нашего главного сделал Турачка. И теперь, как любит говорить Владимир Владимирович, действительно обманули Турачка на четыре кулачка, если вкратце Эрдоган вернул на Украину командиров Азова, хотя обещал Путину не делать этого до конца СВО. И это как раз тот случай, когда обгадились не мы, а на нас. И я сейчас не про тропический фрукт, а про облегчительный процесс. Нож, меч, топор, дротик Бяо, Ятаган – вот далеко не полная коллекция предательских предметов, которые уже торчат в спине нашего гениального лидера. И меня пугает то, что места на его спине с каждым днем становится все меньше и меньше. А спина у него, в отличие от попы, не резиновая. Но наш Терпила Терпилович в очередной раз всех переиграл. А знаете, почему ему это так легко удается? Потому что с ним уже давно никто не играет. Наш лидер превратился в полный ноль. И единственная игра, в которую сейчас с Россией играет весь цивилизованный мир – это крестики-нолики. Суть игры очень проста – помножить нас на нолики и окончательно поставить на нас крестики. Оказалось, что единственные красные линии, о которых постоянно твердит наша пропаганда – это губы Путина. Вот Эрдоган взял и повозил по этим красным линиям своим внушительным нейтралитетом. Мне просто интересно, а что скажет наш главнокомандующий, когда эти линии кто-то пересечет, а не чего? Потому что при всем желании с набитым ртом сказать что-то внятное не получится. Благо, для комментариев у него есть усатый верный пес Ков, который в любой непонятной ситуации начинает гавкать что-то такое же непонятное. В этот раз он начал скулить, что о передаче азовцев на Украину Кремль никто не поставил в известность. Я считаю, все логично. Зачем ставить Кремль в известность, если его можно просто поставить в коленно-локтевую позицию, которая нам и так давно известна? Мы же думали, только нам можно давать какие-либо обещания, чтобы потом их не выполнять. Но турки нас и здесь переплюнули. И хочу заметить, это уже далеко не первый плевок в первое лицо нашего государства от других мировых лидеров. Может тогда пора уже задуматься над строительством первого в мире слюнопровода? Прямо, например, в бункер. Чтоб Терпила Терпилович мог спокойно и незаметно умываться по утрам. Медведев, приходя к нему в гости, мог бы прямо в слюнях принимать ванну. А чё, вместо аквадискотеки слюнопенная вечеринка, почему нет? Но всё же вернёмся к азовцам. Напомню, что их в своё время Москва очень выгодно обменяла на кума Путина Медведчука. И я тут подумал, что если эти пятеро азовцев снова вернутся на фронт, то почему бы дорожайшему куму Путина не последовать их примеру? Взял бы с собой своего верного, так сказать, оруженосца Киву. Патроны он, может, и не подавал бы, но, уверен, затвор передёргивал бы с удовольствием. В чём-в чём, а в этом он непревзойдёрганный специалист. А раз уж мы заговорили о фронте, почитав наших военных экспертов, хочу отметить, что контрнаступление ВСУ вновь провалилось. Причём провалилось оно почему-то вглубь наших ранее захваченных территорий. Если так и дальше пойдёт, оно может спокойно провалиться вплоть до границ 91-го года. И потенциал для этого есть. Байден окончательно подтвердил передачу Украине кассетных боеприпасов. Для тех, кто не в курсе, что это такое, объясню простым языком. Это, конечно, не те кассеты, которые мы когда-то слушали на магнитофонах. Но благодаря им наши военнослужащие точно смогут насладиться песнями Кобзона в полном объёме. Ну и тут меня ещё просили прокомментировать по реке Пригожина, найденные при обыске в его особняке. Ну, что я могу сказать? На мой взгляд, это просто корявая попытка дискредитировать Пригожина как высокопоставленного деятеля. Во-первых, не факт, что они принадлежат именно ему. Ну, как сказал бы Владимир Владимирович, такие парики можно купить в любом парикторге. А во-вторых, если эти парики действительно его, то всё это говорит о том, что Пригожин просто предусмотрительный. И он прекрасно понимает, что когда спецоперация закончится, не в нашу пользу, они ему ой как пригодятся. И скорее всего не только ему. Я лично не удивлюсь, если через время встречу на улице пышноволосого Суровикина или Путина с прической, как у Боба Марли, в сопровождении Шойгу с Иракезом на голове. И надеюсь, что они меня в этот момент точно не узнают, потому что я уже буду в совершенно других усах. Субтитры создавал DimaTorzok